Приехали, как говорят, здесь старая деревня, в которой, как сказать, дорог нету и все заброшено здесь. Здесь только старики живут, молодые все ушли в города зарабатывать. Деревня имеет старое название, Эркеч, но сейчас изменили название Казичина, сделали. Сюда приезжают все туристы, смотреть обряд. Мы приехали смотреть, как здесь уходят в старых обрядах, но их сейчас нет, это в особые праздники, в особые дни носят. Сейчас здесь можно просто посмотреть деревню, как она выглядит, по-старомодному, как она здесь находится, все. Дороги плохие, но они, говорят, они специально здесь их не делают, дороги, чтобы выглядело так по-старомодному. И развальные дома. Развальные дома, да. Ну, наша деревня там, в Оренбургских краях, она постарее выглядела. Там у нас вообще грунтовка везде была, здесь хоть местами асфальт лежит. Вот так это все выглядит. Ну, где-то там находится море, откуда мы приехали, на эту, так сказать, горную деревню, старую, заброшенную. Она раскидана здесь по холмам, разрушивается. Вот так вот, старая развалюха. Нашел себе хату, я думаю, она дешевая, может быть, за 500 евро дадут. Тут бабушка носки такие, тапочки вяжет сама. Ну и тут и наши знакомые сейчас тоже выбирают, что можно купить. Какие дикие животные у нас здесь, а? Как тебя зовут? Грязнуля ты, вонючая ты? Не будем с тобой здороваться. Тут такой домик, где делают лимонад. Сейчас попробуем, что за лимонад. Лимонад из чего делают эти курочки. Черешня растет. Это аппарат завезли немцы отсюда. Раньше это вручную было. Сейчас подсоединили к моторчику. Моторчик крутит все. Сто лет назад сделали, когда еще не было света. Бутылкам сто лет примерно. Кранчик. И сейчас выйдет вот здесь лимонад. Да. Вот с воздуха он такой, как сказать, лимонад. Соды. Он не на продаже, потому что бутылок нету. Бутылки еще используют. Бутылки дефицит. Да, дефицит. Бутылки очень старые, да? Надо с Германии привезти. Мы сейчас будем пробовать. Ставите же там, но устали. Это вся приправа, которая добавляется, всякие эссенции. Которая добавляется, чтобы делать. Здесь это не продают, только можно попробовать и все. Потому что, так сказать, бутылок не хватает. А вот это вот укрепление, которое, где наливает, она специально подстроена под этот размер этих бутылок. Такое старомодное здесь все. Домик такой вот. Кирпичный, но обмазанной глиной. Что здесь люди делают сами? Травы всякие, что как вяжут. Здесь плетеные вверху наложенные. И какие-то суйни, что в корфон там, вот плетки. Такие вот коромыслы здесь лежат. То, что люди здесь сами делают, украшения всякие. Травы всякие висят. Всякие бочки. Интересно ли? Что для туда используется. Да. Ето тука бакарите. Бакари. Това е типична носия за нашу. Шанни бежулка. Как бебетата са гледали. Как здесь? Столик. Столик маленький. Нескай все. Ресторан здесь. Мы опоздали на полчаса. Закрылась уже. Весь персонал уже ушел. Здесь можно подниматься еще, видать, на второй этаж. Там можно еще что-то видеть. Сделано из нескольких трав. Которая здравоохраняется. Да. Очень вкусная. Чубрица. Ну, как смеси кнор. Что-то такое вот. Пахнет. Болгарская соль смешана со всякими травами. Имеет свой вкус. Запах такой вот. И болгарский хлеб. И болгарский хлеб, который она делает не на дрожжи, а собственный какой-то там квас, настой делает она. Хлеб очень вкусный. Очень вкусный. Это было для туристов. Да, хлеб соль. Они так. Отламываются. Отламываются. И так делают. И макают. Тут столько много? Да. Это вкусно. А там мало соли, да? Там мало соли. Попробуйте. Попробуйте. Тут мало соли, да? Да, мало соли. Это столько зелени. Мало соли. Так, слушайте, это сдобное. Да? Да? Что это остальное? Такая соль продаём. Это микс. Микс. Пят травы здравословной. Карта болгарная. Ну ладно. Такая старая карта, которая объясняет, где что можно увидеть. Вот Бургас по морю. Где-то здесь мы находимся. Все, что можно увидеть, всякие достопримечательности. Там горы. Какие здесь луга. Леса почти даже нету. Собака смотрит за овечками. Пасут овечек. Буренка, молочко дашь? Вон сколько коровушек здесь. Вышли на дорожку чистую. Сухую. Ой, Буренка, дай молоко. Не жальчик. Э, уйди с дороги. Сколько на них мух, это ужас. Дождь начался. Мы спустились с гор и тут крепкий дождь. Канализации сбоку нету. И вода вся стоит на дороге. Боишься быстро ехать, потому что не видно, где ямы. Они все закрыты водой. Едешь вот как будто в реке. Как будто река застекёт. Аэропорт. Приехали в Бургас аэропорт. Вот здесь старые самолёты выставлены на показ. Музейные объекты. Видно город Бургас, который так лежит. Заливы у него с двух сторон находятся. Сейчас мы едем туда. С той стороны мы приехали. Вот берег Бургас. Здесь такой большой парк. Сейчас будем гулять по парку, смотреть. И здесь вот такой вот пляж. Там где-то уже Турция. Это ещё Булгария. А где-то там уже Турция начинается. Вон это грузовые судна в море стоят. Тут в свою очередь. А здесь люди купаются. Моряк просит. Что это за моряк? Кто его знает? Он что, просит денег здесь? Я знаю, кто смотрел старые русские фильмы. Похож на него прямо. И сбоку. А по-настоящему это Петко Благоев Пандира. Здесь хоть почувствуешь ветерок моря. А то там на берегу нет никакого ветра такого морского. Вот он, пляж Бургаса. Вдоль длится парк. Он длинный. Я весь не буду. Я ещё пройдусь, может, километр. Пойду в центр города. В парке пока ничего особенного не вижу. Всякие статуи, скульптуры. Фонтанчики немножко. Ничего особенного. Какой-то как центр парка. И здесь вот как какая-то скульптура или памятник. Смотрится, как будто человечек какой-то распирает ворота. Там цветочки. И там уже вход в центр. Здесь тоже гоббиты живут. Зашёл в центр. Здесь дождик. Такие вот улицы, выложенные камнем. Это старый город. И там такие старые улицы, выложенные камнем. Зашёл в такую пекарню. Купил себе это наподобие как пиццы. Для веганцев. Или, как сказать, для вегетарцев. Такая вот пицца. И айранзал. Цена 1,30 евро. Хороший перекус, ка дешёвая. Я сейчас нахожусь в центре Бургаса. Взял такую баклаву с шоколадом сверху. Полита вся с сиропом. Вкусная. Центральная пешеходная улица здесь, а где все, я так думаю, туристы ходят, гуляют. Сейчас чуть прогуляюсь. И назад к машине. Уже, наверное, полтора часа здесь отгулял. Сейчас по этой улице дальше иду. Вот вокзал. И там сзади порт находится. Городок ничего особенного. Я сюда второй раз точно не приеду. Здесь жилой город, ничего особенного. Парк один, по которому можно погулять и всё. А так скука чище здесь. Можно на пляж пойти, там посмотреть немножко. Может, тусовочка будет там, а так нет. Заехали в такую деревушку приятную. Тут такой запах травами пахнет хорошо после дождя. Просто едем по пути в наш солнечный пляж. Вон там, вон спереди находится. Вон. Сзади горы. Дождик прошёлся. Здесь такие дома стоят на продажу. Лошади гуляют. Вот такие дома тоже строятся на продажу, как замки. Везде дома строятся на продажу. Можешь прямо ездить и смотреть, что тебе нравится. Мы сейчас смотрим, хотим посмотреть эти три штучки. Собачка провожает своих. Идём, идём, идём. Не бойся. Устала собачка. Сколько здесь овечек? Идём, идём, идём. Вот такой вот здесь район. Закрытые ворота. Здесь стоят сейчас три дома, которые стоят на продаже. Мы посмотрели. Стоят они... Один дом стоит 60 тысяч. Сколько квадатур, точно не знаю. Что-то вроде стояло 135. Но мне что-то не верится 135. Сотня, может быть. Сзади такая терраса небольшая. Я думаю, здесь будут ещё, может быть, строить ещё так же три штуки. Но они уже, как я вижу, долго стоят. Потому что трава заросла уже. Ну, год здесь точно стоит. Потому что здесь тоже заросшие всё. Возле солнечного пляжа находится курортное место Элиты. Вот это вот то, что мы сейчас видим. Часть маленькая. В советское время, когда ещё СССР был, это такой вот единственный такой курорт здесь был. Куда все ездили отдыхать. Не каждый мог сюда приехать. Район Эллиониты выглядит как вот этот. Прямо как замок здесь выглядит. Офигеть. Ну, и развлечений для детей здесь есть. Посмотрим дальше. Вон сколько рост растёт здесь. Красивый комплекс здесь такой. У берега. Красивый комплекс здесь. Красивый комплекс. Ну, красивый комплекс. Служба, наверное, пройдет. Там, наверное, красиво тоже. Ну, когда здесь жить, можно всё посмотреть. Вот у нас солнечный пляж. Это всё. Где-то там наше место. Здесь тоже такой вот район. Дороговатый район здесь. Здесь яхт-клуб. Здесь порт такой для яхт. Рыбацкие, вон, лодки стоят спереди. А дальше стоят яхты. Вот такие вот кареты катают туристов. Красивые лошадки. Вот я опять последний день на пляже. Сегодня ночью мы уезжаем назад. Сдавать машину назад в Румынии. Нам сегодня ночью ехать примерно 500 километров до румынского города, где мы сдаём машину. И там посмотрим, как мы дальше доберёмся до дома. Сейчас проведём здесь часок на пляже. Может, чуть ножки помочим. Сегодня так слегка пасмурно. Утром жарко было, а сейчас приятно. saving их сок. Вот здесь. Спасибо. 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 Спасибо.